Беларусь Активисты громадского объединения повиншовали женщин, которые народили немовляк 3 линия. В начале профессионального шляха выпускники филиала Международного университета МИЦО отримали дипломы. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Палаце незалежности президент Беларуси Александр Лукашенко уручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Сироту знагородженных так само начальник гомельской мытни Феликс Яшко, якому присвоили звание Дзержавного советника мытной службы третьего рангу. Звертающийся до удельника урочистой церемонии, керавник Дзержавы назвал задачи, які стоять перед войсковцами и правоохоуниками. Ей он означал, что Беларусь вымушена надавать пильную увагу за обеспечение уластной военной безопасности и наиважнейшая роль в этом отводится у Збройным силам. Улику приоритетов у деянности правоохоуников – супрадзение наркомании, коррупции, узмацнение боротьбы с крадежами и злочинствами у сферы высоких технологий. Горно-обогачальная фабрика у Петрикове готова до полновартостной работы. Тут выробили первые тонны высокоякосных удобрений. У давниства комбината – самый масштабный инвест-проект «Беларусь-калия». На предприемстве будут выпускать 1,5 млн тонн удобрений в год с максимумностью нарастить в два разы. Это истотно в агульном объеме вытворчасти. У давниства всех объектов комбината будет завершено в наступном году. А в 2023-м предприемство выйдет на проектную могутность 1,5 млн тонн удобрений в год. Нагадаем, «Беларусь-калий» – один из найбуйнейших вытворцев и экспортеров калийных удобрений в свете. Организовано здесь по окончании строительства ГОКа более 1300 рабочих мест. На сегодняшний момент у нас уже создано более 500 вакансий, из которых освоено и заполнено штатных единиц больше 300. Вот это, безусловно, придаст импульс развитию и трудоустройству молодежи, и, соответственно, привлечению молодежи сюда из других городов. Коровы из Германии, обсталевания из Италии. В Житковицком районе будуять ферму, подобной на якую Нямао СНД. Господарка будет забеспечивать сыровиной для вытворчасти сыров Туровский молочный комбинат. Учим уникальность новой фермы, доведалась Марина Джалая. Иван скончил Белорусский Державный Университет по специальности «Актуарная математика». Кажет, что сельская господарка – это его захопление. На предприемстве «Преозерская Агра» будет займаться оптимизацией вытворчих процессов. Дома в Минску застались батьки и четыре родные сестры. Иван – старый, зараз юнок живет в Житковичах. В райцентре ему дали арендную квартиру. Меня всегда тянуло на природу. Вот люди сидят в компьютерах, и я сидел в детстве в компьютерах. А вот так захотелось на природу поехать. Я вот поехал. Минское унитарное предприемство «Молочная правда» выкупило две господарки в Житковичском районе – у Дяковичах и Дуброве. Зараз у Дяковичах будуют ферму, аналогу, якой нема ни в Беларуси, ни навод у СНД. Тут будет и подогрев подлоги для телят, и система орошения. И шмат того, что облегчит працу персоналу и умовы утромания живел. До первого костричника будовництва повинны завершить. Первое молоко плануете отримать улютым. На проектную могутность сбираются ввести прозгод. Весь объем молока будут поставлять на Туровский молочный комбинат для вытворчести сыров. Мы находимся в предприятии ООО «Дяковичи» на строящемся объекте молочно-товарном комплексе «Дяковичи». Рассчитан мощностью на 4,5 тысячи голов, 2400 голов дойного стада. Суточное производство молока планируется на уровне 60 тонн. Первый год запуска. Дальше мы планируем увеличивать надой. Животные здесь будут исключительно галштинской породы племенные. Они завезены из-за рубежа с удоем свыше 8,5 тысяч килограмм за лактацию. То есть мы планируем в первый год получить 27-28 литров молока и наращивать темпы производства 30-32-35. То есть мы не видим преград для достижения поставленной цели. Усё обсталевание – стойловое и молочно-доильное итальянской вытворчести. 50% его зараз находится на мытном складе. В будущем за установкой будет сочить представник итальянской компании. Будет отбываться так званный шеф-монтаж. Дальше выбором вытворцы занимались живелогадовцы. Те люди, кому потом нужно будет пользоваться этим обсталеванием. К этому вопросу подходили, скажем так, наши животноводы. Долго выбирали. Это всё длится с 2017 года. Были поездки в Италию для того, чтобы именно определиться с фирмой, которая будет поставлять оборудование для этого комплекса. До кострышника для працы на новой фирме будут подбирать персонал. При необходности людей навучить усяму необходному. Зарплаты работникам обьяцают высокие. А тем, кто не имеет в районе жилья, предоставят квартиры в новом арендном доме. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Житковицкого района. Японские гуми и мушмула, кавуны и навод французская лаванда. Невеликие фермерские господарки у Беларуси у сёд-шестей становятся экспериментальными пляцоками по освоению нетиповых для нас культур. Разом с тем, приватные фермы створают новые рабочие места на селе и заполняют гандлёвые полицы замежными гатунками фруктов и городниным. Про новаторство у сельской господарцы – наступный сюжет. Олег Дабуляк показывает гордость своей фермерской господарки – лавандовое поле. Тут потратили 4 года, кап пройсти до таких масштабов и знайсти идеальную формулу. Пящанные земли на поуднем Беларуси пройшлися до спадоба минавито-французским гатункам. Лавандовые поли прытягивают с блогеров и местовых фотографов. Почалося проектование домиков для отпочинку и быдауництва альтанок. Так само фермер-новатор протягивает укоронять новые культуры. Это юка, которую мы тоже выращиваем на своем фермерском хозяйстве для населения, для отделения городов и так далее. Олег Дабуляк протягивает семейную аграрную династую. По профессии – гидромиллиартор. Усё жито было связано с землёю, але с початку не беларускай. Народился в Молдове, затем отправился завоевывать горизонты Европы. Тогда интерес был не только туристичный. Олег шука Украину, капа сесть и заняться семейной справой. В моё время повидал, хотелось посмотреть, как люди живут в Франции, в Турции. Год в Германии, три в Румынии, год в Болгарии. Ну, такое дело. В конце концов, остановились в Беларуси. Добрые люди были, достаток. Можно было работать, можно было заниматься, чем хочется. Не было никаких таких запретов и так далее, и так далее. На сегодня плён его працы на беларускай земли – 70 гектаров, обсталяванная системой орошэння. Каля сотни розных культур. Только суницы – больше, как 20 гатунков. Есть кавуны, а так само звыклые для Апонии, але новые для Беларуси плодовые рослины – гуми и мушмула. Олег планую высадить шарешню и груши беларускай селекции. Яны дают с добры ураджай. До речи, сюда каждый день проезжают его коллеги, кап купить сажанцы и открыть свою справу. В это фирменское хозяйство мы уже приезжаем не первый раз. Мы покупали два плодовых персика и черешню. Очень остались довольны. Персики сладкие, вкусные, урожайные. И черешня такая же. И сейчас мы приехали за розой. У Беларуси приватные господарки выросшивают 20% городины от их агульного объёма в Украине. Лишь по невеликой упоровнений с Германией, с Финляндией. Але фермерские господарки важны для аграрного сектора экономики. Яны высокорентабельные, мобильные, лёгко подстроиваются под тенденции рынку и освоивают новые для Беларуси ниши. Таким чином яны працуюць на импортозамященне. Миколай Скинтиян, Ганна Ковалёва. Телерадо и компания Гомель при поддержке агентства теленавинов. Беларусь злюбою дадзятей. Традицинная акция громадского объединения пройшла сёння у Гомельским областным родильным доме. Активисты повиншовали женщин, якие народили немаулят 3-го липеня. Всё лето в День незалежности Беларуси в медицинской установе на свет з'явились два хлопчики и три девчинки. Зараз молодые мать и дети отчувают себе добро. У подарунок от Белой Руси яны отримали грошовые сертификаты, развивающие отцацки и сродки гигиены. Пятый ребёнок родился, девочка. По срокам, да, там совпало, всё хорошо. Роды прошли хорошо, сама родила. Всё отлично, всё замечательно. Я очень рада, что у меня пятеро деток. Буквально вот-вот уже ночь, уже муж говорит, ну, наверное, всё. Будем ждать купания. А тут очень быстро всё началось, очень-очень, и, конечно, большое спасибо врачам, потому что оказались действительно на помощь. Роды прошли очень легко. И девочки, не бойтесь, рожайте. Усяго, в святочный день у Гомельской области народилося 26 детей, 10 – хлопчиков и 16 – девчонок. Веншавань пройдут во всем регионе. До речи, тех, кто появился на свет у День независимости, Белая Русь ушановывает 13-й год запар. За этот час подарунки Веншавань отримали больше, чем 400 женщин. В громадском транспорте протягнуты переедения сезонной скидки на проезд для пенсионеров. Теперь выкористовываете льготы можно что год до 31-го кастричника. Змены тычатся пригородных маршрутов автомобильного, чугуночного и водного транспорта, агульного користания за выключением такси. Прошение о продолжении сезонной скидки у Министерства транспорта и коммуникации приняли после великой колькости своротов от грамадян. Ранее льготы дейничали с 1 мая по 30 вересня. Нагадаю, право на скидки пассажиры отримливаются при предъявлении пенсийного посвящения. На балконе выступал кавер-бенд, шапки магистров взлетали у неба. У День незалежности Республики Беларусь выпускники гомельского филиала Международного университета МИЦО 2020 отримали дипломы. Церемония пройшла ярко и нестандартно. Про то, как святковали заканчание навучания вчерашние студенты наступный репортаж. По кулюсе краина отзнашала День незалежности на проспекте Кастрышника. На пляцовце Повыш-Змецо ладзели свое свято. 3 липеня амаль 200 выпускников МИЦО отримали дипломы первой и другой ступени. Прыклана четвертая частка магистранты. Навод по европейских мерках гэта для годового выпуску вельми шмат. В установе адвокации кажуть, што усе дякуюч вельми мостному педагогичному составу и глубокой практичной арендованности навучання. Коллектив, наш состав, преподавательско-профессорские, сотрудники, настолько все скоординированы в своих действиях, настолько первая ступень любит нас, любит нашу территорию, любит наших преподавателей. И как видите, они остаются здесь и после вручения диплома первой ступени они сейчас пойдут в аудиторию 1.3, где работает приемная комиссия второй ступени и будут сдавать документы на второй ступени. Я думаю, это заслуга всего коллектива. Сирот селетних выпускников и президентские стипендиянты. Это студенты, которые на працях упевнили часу, ужилились только на выдатные отзнаки. Поступала я сюда, у меня был выбор, у меня много баллов было, у меня было 347 баллов, и у меня вообще был выбор или БГУ, или здесь. Но как-то осталось здесь, и вообще, наверное, ни разу не пожалела, что здесь осталось. Здесь и преподавательский состав, и вообще, и база, и руководство, и администрация. И мне здесь нравится абсолютно все. То есть я до такой степени не жалею, что сейчас предложили остаться работать, и я останусь тут работать. Для широкого выпускников это уже не первая эдукация. Многие магистранты, например, заявляются работниками правоохранных органов, Следующего комитета, прокуратуры, управления внутренних справ. Прохожу службу заместителем командира батальонной милиции центрального города Гомеля, отделе департамента охраны Министерства Республики Беларусь. Расскажите, почему вы решили стать магистром? Ну, на сегодняшний день я вам скажу, что вторая ступень высшее образование это уже полная составляющая. Это, мне кажется, после обучения на первой ступени каждый должен задуматься, чтобы утвердить, закрепить, наверное, полностью высшее образование, чтобы оно соответствовало. До речи, селета магистранты у першиню сдавали кандидатский экзамен из Алики, как протягнуть навучание у аспирантуры. А еще тут уже другий год будут набирать студентов на специальность лингвистичное забеспечение межкультурных коммуникаций. Посягу, надзенную и завышенную форму навучания все лето планують принять около 200 человек. Летость после заканчения университета сразу працавладкована свыше 90% выпускников. Марина Джалая, Павел Мехно, Валерия Гапанько, Толерадио компания «Гомель». У картины галереи Гаврила Вашенки подвели выники выставочного проекта «Час пираменов уключения». Уим принимала удел больше за 30 наученцев Мастацкой школы Игора Ягодкина, яке представили около 230 работ. Усе малюнки створены за опошние два годы. Авторская методика допомагает у короткий термин навучить молювание любого человека, незалежно от профессии и взрослого. У ее основе принципы работы подсвядомости и заденечения дробной моторики рук. Для удельниц выстава стала выдатной мотивацией для удосконаления навыков и развития творческих вздольностей. «Занималась в студии нашей школы «Ключ» примерно три года назад и где-то около года. Немножко был перерывчик и сейчас пришла опять, потому что без этого просто невозможно жить. Я приводила подруг, и вы знаете, это, наверное, настолько для себя какая-то самооценочка повышается, и даже Игорь Леонидович поместил мое фото с Ириной от Рощенко. На галереи, поэтому очень приятно и приятно приглашать гостей и вообще приятно быть на таком мероприятии в городе. Арт-проект проходил в формате конкурса. Наведывальники выставы голосовали за улюбенные творы, а выники подвели под часу расшистого закрытия проекта. Первое место и головный приз путевку у санаторий отрымала бухгалтер Инна Барковская. Она займается у студии два года. Гэты и иншая новина информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Автотранспорт по-прежнему остается основным источником опасности, из-за которого в области случается большинство чрезвычайных происшествий. За прошедшие выходные на территории Гомельской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В пятницу около 11 утра в Гомеле водитель мусоровоза на пересечении улиц Кирова и Телегина столкнулся с Вольцфагеном, который остановился, чтобы повернуть налево. В результате ДТП два его пассажира были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи одного из них с переломом костей носа отпустили домой, второго с более серьезными травмами госпитализировали. Через час авария произошла на автодороге М5 Минск-Гомель в пяти километрах от деревни Телеши. 42-летний житель Минска во избежание столкновения своего Реномеган с перебегающим проезжую часть диким животным съехал в правый по ходу движения Кювет, где наехал на дорожный знак. Минчанин с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован в областную больницу. В субботу житель Гомельского района по предварительной версии в пяти километрах от деревни Большие Селютичи Петриковского района уснул за рулем своей Шкоды Фабия. В результате автомобиль пересек полосу встречного движения и наскочил на отбойник моста. С травмами различной степени тяжести 20-летний водитель попал в хирургическое отделение Петриковской больницы. И накануне 24-летний житель Столинского района недалеко от Турова совершая обгон на пешеходном переходе своим БМВ в буквальном смысле снес проезжей части Range Rover Velar. Тот остановился для поворота налево. В результате ДТП 43-летняя пассажирка БМВ жительница Минска с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирована. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности, быть внимательными и осторожными как при управлении любым видом транспорта, так и в пешем порядке, проявлять бдительность и взаимовыважение по отношению друг к другу на дороге. Спасатели также преимущественно были заняты ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с автотранспортом. Зарегистрировано три факта возгорания автомобилей. 2 июля поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля ГАЗ-53 1985 года выпуска в Рогачеве. Огнем повреждены моторный отсек и кабина. Вероятная причина возникновения пожара, нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования либо противопожарных требований при проведении огневых работ. В субботу горела легковушка в Мозоре. В результате пожара на бульваре юности поврежден моторный отсек автомобиля Рено Лагуна 2002 года выпуска. Основная версия конструктивный недостаток электрооборудования. И накануне вечером также поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в Жлобине по советскому переулку. В результате повреждена приборная панель автомобиля Опель Корса 1999 года выпуска. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Рассматриваемая версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших. На Припяти в Мозоре сотрудники отсвода спасли тонущего второклассника. Четверг смены отсвода осуществляло дежурство на центральном городском пляже. Глубина Припяти в этом месте достигает 9 метров. Пожилая женщина привела малолетних детей 4 человека на пляж. Не купалась там, где положено в детской купалке, а там, где взрослые должны купаться. Одного из ребятишек течением начала уносить забуи. Матрос-спасатель в это время находился недалеко от происшествия. Место происшествия нырнул, достал из-под воды ребенка, достали на берег, оказали первую помощь, и ребенок остался жив. Спасатели напоминают, будьте осторожны на воде, поговорите о безопасности с детьми и никогда не оставляйте их без присмотра. На сегодня жертвами воды в области стали 30 человек, в том числе один несовершеннолетний. В Будокошелевском районе уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Поле было обнаружено недалеко от отселенной деревни Никольск. По указанию сотрудников наркоконтроля с помощью техники КСУП Андреевка растения были скошены и измельчены. Площадь составила полгектара. Уничтожено свыше одной тонны наркозелья. Рейдовые мероприятия по контролю за местами произрастания наркосодержащих растений продолжаются. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырьская Славия взяла реванш у Слуцка за поражение на старте чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Напомню, что в первом туре на выезде мазыряне проиграли 1-3. В Мозыре в 16-м туре команды повторили результат того поединка, причем вновь вверх взяли хозяева поля. Уже к 12-й минуте Славия выигрывала 2-0. Актив записал Максим Слюсар. Сначала форвард удачно сыграл на добивании, а после реализовал пенальти. На точку судья показал за снос штрафной Никиты Мельникова. На 20-й минуте Егор Семенов, воспользовавшись ошибкой галкипера хозяев, отставание сократил. Точку в этом поединке поставил Глеб Шевченко на 75-й минуте. В турнирной таблице мазыряне на 11-м месте. Лидирует солигорский шахтер. Гомельский локомотив вернулся в тройку сильнейших национального чемпионата в первой лиге в 11-м туре железнодорожники обыграли еще одного обитателя верха турнирной таблицы Сморгонь 2-1 и поднялись на вторую строку. Возглавляет турнирную таблицу по-прежнему спутник. Реческий коллектив минувшие выходные очки потерял. Команда Вячеслава Левчука не смогла на выезде поразить ворота Орши. Итог поединка безгревая ничья. Гомель в 11-м туре также не досчитался баллов. А на белой ответили точным ударом Никиты Некрасова. В таблице Гомель на седьмом месте. Химик потерпел очередное поражение. Обидчиком Светлогорской команды на этот раз стал Микошевичский гранит 2-1. Мужской гонбольный Гомель сообщил о подписании новичков. Линейный Михаил Пилюк и голкипер Алексей Бабко будут защищать цвета команды в следующем сезоне. Оба ранее играли за БГК-2 под руководством нынешнего тренера Гомеля Андрея Мочилова. Сильнейшие боксеры Беларуси соберутся в Гомеле. Завтра в зале бокса областного ЦОРа и Динобор стартует Кубок страны. Поединки утренней сессии начнутся в 12.00 вечерней в 16.30. Предварительные бои будут проходить вплоть до 9 июля. 10 состоятся полуфиналы. На 11.00 в 12.00 стартуют поединки за золото. Участие в турнире примут сильнейшие боксеры страны. Проходить состязания будут при пустых трибунах. Все поединки будут транслировать онлайн в сети интернет. В Гомеле завершились Республиканские Олимпийские дни молодежи по теннису. Участие принимали спортсмены в возрасте до 15 и до 17 лет. Всего 60 теннисистов из всех областей страны, а также города Минска. Победителя выявляли в командном зачете. В итоге золото досталось столичным теннисистам. На втором месте хозяева представители команды Гомельской области замкнула тройку сильнейших сборная Могилевской области. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова